В воскресенье днём в центре Хабаровска за пределами проезжей части оказался рейсовый автобус 10 маршрута. Авария произошла на подъёме от Уссурийского бульвара к улице Муравьёво-Амурского. 14-тонная машина перескочила через бордюр, подмяло под себя небольшое дерево и два рекламных щита. Остановился Дэу лишь после удара о чугунный забор, огораживающий газон перед зданием государственного банка. В салоне автобуса ехали всего двое пассажиров. Оба сидели в креслах и травм не получили. После крушения людям вернули деньги за билет. Объясняться с полицейскими остался 32-летний шофёр, уроженец Киргизии. Сначала мужчина озвучил версию о неисправности машины. По его словам, перед светофором у него отказала тормозная система. Позже мужчина внёс коррективы в свой рассказ. Автобус на тротуар водитель направил, чтобы не повредить ехавшую впереди иномарку. Короче, вот так было. Машина ехала. Он резко мне тормозит, а я не успеваю и поворачиваю сюда, чтобы его не задевать. И всё. А, он перед вами выключил? Конечно. А номер запомнили автомобиля, марку? Не, вот это не запомнил. Как мне машины управлять или номер смотреть? Инспекторы однозначным виновником случившегося назвали шофёра автобуса. Машину пришлось снять с рейса. Повреждения не позволяли продолжать перевозку пассажиров. Квитанцию о возмещении ущерба, ремонта ограды и рекламных конструкций полицейские направят на предприятие, где трудоустроен шофёр. Водительское удостоверение Киргиз получил 9 лет назад. За руль общественного транспорта сел в 2011 году. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.